Владимир Юзин за рулем больше 20 лет и сейчас зарабатывает этим на жизнь. Правила дорожного движения старается не нарушать, но мелкие происшествия, после которых нужно обратиться в страховую компанию, хотя и очень редко, случались. И это сказалось на стоимости полиса ОСАГО. Когда было, там на даче соседа, чуть-чуть зацепил, три года у меня было повышение, потом пошло-пошло и в норму, вошло в норму. Через три года вошло в норму. А так крупных аварий не было, слава богу. Напомним, в сентябре 2022 года коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев расширен на 26% вверх и вниз. Это сделано для того, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях, когда подорожали запчасти. Для граждан базовая ставка тарифа установлена в диапазоне от полутора до семи с половиной тысяч рублей. Это позволяет сдержать рост цен на полисы для аккуратных автовладельцев. То есть получается, чем больше ты соблюдаешь правила, тем меньше у тебя будет эта базовая ставка. Если ты совершаешь правонарушения постоянно, попадаешь в дорожно-транспортное происшествие, то страховать тебя будут по верхней планке этого базового тарифа. Кроме того, с 1 октября вступили в силу новые правила ОСАГО. Соответствующее указание Банка России еще в марте зарегистрировал Минюст. Документ предполагает четыре нововведения, которые касаются автовладельцев и потерпевших в ДТП. В частности, теперь страховые компании могут узнавать об изменении номера машины без участия автомобилистам. Также по новым правилам владелец полиса при продаже своего авто обязан письменно уведомить об этом свою страховую компанию. Раньше это делалось добровольно. Еще одно нововведение – возвещение о ДТП теперь необязательно указывать данные очевидцев. Четвертое изменение обязывает страховщиков ознакомить потерпевшего в дорожном происшествии с результатами независимой технической экспертизы или оценки автомобиля. Ранее это делалось только по подаче им заявления. В целом, новые правила ОСАГО призваны облегчить жизнь участникам дорожного движения. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.